Хей-хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что вновь и вновь мы с вами проводим наши детективные расследования с маленькими серыми клеточками, которые уже всех бесят в игре под названием Агата Кристи The ABC Martyrs. И мы приближаемся к финалу семимильными шагами, потому что пройдено уже 72% игры, как вы можете увидеть в левом верхнем углу. Совсем скоро схватим убийцу и посадим его далеко и надолго, но перед этим, конечно, обручай за ваше здоровье. Не хворайте, не болейте. О, горяченький, горяченький, ну и полетели. У нас с вами пришло очередное письмо, как вы помните. На этом мы с вами и остановились. Пойдемте почитаем, что же это за письмецо такое. Бедный мистер Пуаро, мне вас так жаль. Если не везет сразу, попробуйте еще раз. У нас еще долгий путь впереди. Тип Перари? Нет, это будет позже, но... Т. А следующее происшествие случится в Донкастере. 11 сентября. Не исключайте. ABC. Надо сравнить это письмо с тем, которое я получил ранее. Оно у меня на столе. Посмотрим, от одного ли они человека. Ну блин, уже видно, что от одного. Боже мой, Пуаро, у тебя память вообще не к черту. Итак, сравнить письмо. Записная книга Дональд Фрейзер у нас все еще подозреваемый. И, эээ, все такое. Давайте сравним. Там уже видно буквы, которые нужно выделить. Раздумья. Раздумья. Так. Ага, второй путь. Осмотрим повнимательнее. Сейчас осмотрим. Итак, сразу же у нас... Да-да-да, некоторые буквы. Да-да-да. Да-да, какая-то странная. Боже мой, Пуаро... Да нет, я не хотел это выделять. Я хотел включить письмо. Окей, верно. У буквы в обоих письмах один и тот же дефект. Надо найти другие похожие дефекты, чтобы подтвердить мою теорию. Боже мой. Непонятно, почему добавили это в игру, честно говоря. Но вот раз за разом это одно и то же. Просто одно и то же. Не совсем, честно говоря, понятно. Зачем? Почему? Да, верно. Буквы одни и те же. Да, надо найти другие. И давайте эти W у нас. Вот, пожалуйста. You know? Так. Так, и тут у нас... Вот, Уилл. Все. Моя теория была верна. Эти письма напечатаны на одной машинке. Невероятно, друзья. Это все еще одного же человека письма. Потрясающе. Гастин, он ударит завтра. Старший инспектор Джеб. Он на второй линии. Передать ему что-то? Да, будьте так добры, мадемуазель. Сообщение только Кюлли Пуаро. Скажите, что Эбиси нанесет удар снова завтра в Донкастере. Пусть инспектор будет готов. Хорошо, сэр. Или перезвонит, или что там. Неважно. Теперь посмотрим, что я смогу понять по этим сожженным документам. Я получил нужную мне вещь, Гастингс. Если вы не против, я хотел бы сделать несколько заметок. Да-да. Так, новая задача расшифровать обгоревшие документы. С этим мне больше нечего делать. Так, а... Папам-папам. И где нам их расшифровывать? Давайте с ним поговорим. Ну как продвигается дело, я готов записывать. А, может быть вот здесь мы. Итак, вернемся к работе. Все, все, это нужно немного перемешать. боже друзья слишком мало маленьких это мы не двигаем понятно слишком много маленьких кусочков он так не кажется все ага подошло так это другой угол понятно так некоторые угловые уже а нет я могу их брать так стоп я а их несколько страниц точно так этот кусочек вот отсюда так этот этот нет вот отсюда ну вот отсюда так так это так просто естественно эта страница закончена на стан готовы осталось еще три что же давайте дальше складывать бумажечки так ну давай так да просто эркюль просто эта страница закончена осталось еще две а нет он сказал что он сказал по-другому невероятно так да да это кусочек сюда да 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 угловой да это правильно правильно это страница закончена осталось еще одна но какой геймплей завораживает так давай так да 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 иркюль не обязательно давать постоянно свои комментарии на каждый наш кусочек эта страница закончена все страницы восстановлены так теперь смочить так теперь тряпка пропитана растворителем это было очень странная анимация вот записывайте гастингс записывайте миссис алиса ашер владелица магазина в андовере трахид гемоптизис подписана настойка опия записал смотрите фаро где вам удалось найти эти бумаги в кострище на краю сада в комсайде ладно но как они попали к человеку который сжег их а серые клеточки поработать ими нет прочитать восстановленные документы давайте алиса ашер лавочница из андовера трахиит гемоптизис хроническое кровохарканье прописано лекарство от кашля на основе опия бетти бернард официантка из бэксхилла хронический бронхит вызывающий дисфонию рекомендации прекратить курить александра александр бонапарт каст ранение на войне воздействие и притые травмы головы легочная эмфизема гемоптизис приступы кровохарканье страдает от рассеянного внимания и амнезии дик дадли донбар владелец отеля черный лебедь в донкастере астма болезнь сердца сердечная патология а теперь нужно дать поработать и маленьким серым клеточкам друзья давайте давайте поработаем маленькими серыми хлитухами откуда взялись обгоревшие документы имя месяца шервида на обгоревших документах бэксхилл очень популярный морской курорт а тора грэй видела к визжора который шел к этому дому в день убийства в день убийства у честно не было многолюдно кто недавно изучал медкарты пациентов сэр карма кларка точно отсюда а все жертвы страдали болезнями горла да получается только это еще подходит да документы это медкарты пациентов доктора кларка сожженные документы это несомненно медицинские карты из архива кларка прежде всего потому что у всех пациентов проблемы с горлом а также потому что их имена начинаются на а и б и зи и д и очевидно что карточки на эти карточки на эти буквы подделали но зачем сжигать эти документы откуда в них имена двух жертв и кто оставшиеся двое пациентов это отличные вопросы ответить на звонок правильно да так а тут что у нас жертва дик донбор нам уже известно о жертве да но пока неизвестно кто это ясно что это мужик возможно огромный мужик алло поро есть новости старший инспектор вам нужен был продавец чулок один нашелся его домовладельца сообщила подозрительном поведении у него совершенно невероятное имя александр бонапарт каст дик дадли донбор спросить его имя вон чат александр бонапарт каст да александр бонапарт каст как вы угадали породом волши вообще-то мы читали а ладно неважно мы догадались в игре это серьезная зацепка я звонил в донкастер человека подходящего под описание каста видели на станции он зашел с лондонского поезда но после этого никто не знает откуда куда он направился указать на гостиницу черный лебедь донкастере вы велеть обыскать донкастер посоветовать искать в лондоне указать рыжую кошку ищите в гостинице черный лебедь что откуда вы знаете что он там вообще-то мы ладно доверьтесь мне старший инспектор похоже вы уверены в себе хорошо я сейчас же позвоню в черный лебедь владелец будет потрясен когда он знает что под крышей ночует убийца подбодрить джепа позвонить за джепа наш инспектор я хотел бы позвонить лично как пожелаете прошу вас алло это черный лебедь иркюль пуа роб на линии могу я поговорить с владельцем это я мистер дик дадли донба чем могу помочь если среди ваших постояльцев мистер касты он прибыл сегодня послать за ним донбара нет я хотел бы поговорить с вами но кто этот каст жулик он убийца слышали он расследование вы слышали об алфавитном убийце о да я должен сказать что все это о том что мое имя начинается надеть совершенно не убедительно и вы в опасности опасайтесь своего постояльца думаете этот каст может быть опасен я надеюсь вы ошибаетесь он выглядит таким безобидным да совершенно безобидным так смутно обрисовать опасность каст только подозреваемый не обманывайтесь он уже убил троих и вы следующий что убийца в моем доме боже праведный донбар вы слышите меня донбар алло донбар растревожен как мы и хотели я поздря звоню полицию донкастера надеюсь они быстро доберутся приветствую пару у нас отличные новости полиция донкастера задержала нашего парня они отправили его к нам поездом как там владелец гостиницы у него был сердечный приступ его забрали в больницу нет это моя вина мне стоило быть более тактичным когда я сказал ему что в его гостинице остановился убийца ну что вы пуаро вы не могли знать что владельца слабое сердце вообще-то я видел медицинскую карту но я должен был знать я видел его медицинские записи не корите из себя пору благодаря быстрому прибытию бригады скорой помощи сердечный приступ не убил его а только сделал его дауном держите меня в курсе его состояние вы можете на меня положиться я сделаю все необходимое я навещу его больницы когда мы поймаем убийцу это абсолютно в вашем стиле поро нам нужно сосредоточиться на следующей части расследования чтобы избежать новых инцидентов нет конечно пока мы ждем допроса каста можно обыскать его комнату в лондоне где он живет в пансионе увидимся там да ну начинайте без меня сначала мне нужно разобраться с деталями перемещения каста понимаю гастингс мы прекрасно продвигаемся прошу вас обыщите комнату нашего главного подозреваемого с удовольствием у меня был назначен визит к дантисту но я его отменю к дантисту так вот отчего вы были таким нервным и раздражительным визит к стоматологу никогда не привлечет ничего хорошего но никому его не избежать идите к врачу гастингс я сам разберусь это уж точно никому не избежать визита к стоматологу только тому кто терпит боль пансион марбери пожалуйста рано или поздно как бы вы не ухаживали за зубами им наступит друзья жопа в каком-то смысле и так да да давайте осмотрим что можно осмотреть марбери есть очень красивая деревушка с таким именем в чешире так допросить миссис марбери какой красивый фортепиано может быть миссис марбери любит свободное время на нем играть здравствуйте вы должно быть министр эль кюль поро старший инспектор джеб сказал мне что вы можете прийти сказать что ее помощь очень важно рассердиться что она чистит картошку мадам ваша помощь может оказаться для меня очень ценной буду рада вам помочь а журналисты тоже будут думаю они даже возьмут у вас интервью вы же ключевой свидетель я подозревал его некоторое время но он казался таким безобидным ах да иногда он злится и начинал и злился и начинал размахивать руками он даже тогда но даже тогда он не пугал и почти сразу становился так тихим как овечка только этим утром я поняла что он сказал мне что едет в челтенхэм но моя дочь видела его на вокзале юстон это не тот вокзал на поезд в челтенхэм можно сесть только спадингтона а кроме того мистер каст оставил у себя справочной ABC с введенным донкастером сами можете представить я как это увидел тут же позвонил скоттланд-ярд похвалить ее за наблюдательность спросите откуда она узнала про справочник давайте подыграем отлично вы были правы он и правда поехал донкастер значит я правильно сделала что предупредила полицию скажите а были ли у вас другие причины подозревать мистера каста знаете он странный иногда очень громко кашляет и жалуется что у него саднит горло а когда разговаривает сам собой сидит уставившись в никуда он мне сказал что это из-за ранения которые он получил на войне сказал что с тех пор с головой у него не все в порядке а как же он был в чертене когда убили этого миллионера я нашла билет на поезд когда чистила его пальто он не хотел чтобы я стирала его рубашку постирала и постирал ее сам но я видела на ней большие бурые пятна господи блин а где были пятна а где именно на рубашке были пятна на воротнике и вдоль петель каст по работе много разъезжал это правда ох это не удел это не удовольствие ради ему было ему было плохо в поездках но приходилось торговать чулками по всей англии я должен выполнить обязательства говорил он знаете ли вы где был каст во время убийства в андовере в бэ и бэксхилле 21 июня и 25 июля нет не знаю давно уже это было сами понимаете но ведь у вас есть книга учета постояльцев толку от нее будет немного мистер каст снял комнату на год если он уезжает на несколько дней мне не зачем это записывать ах я вспомнила кое-что бэксхиллу вид на побережье да все верно это крупный приморский курорт так вот между прочим начале июля мистер каст попросил меня за штопать его купальный костюм удовлетворительно заметить что бэкс бэксхилл не единственный приморский курорт пусть давайте очень интересно прошу продолжайте а еще совсем забыла он начал покупать газеты в которых пишут об этом деле подробнее когда когда он начал покупать газеты давайте-ка подумать по-моему сразу после убийства миллионеров черстни за этого было похоже что они не интересны на этом пока все теперь я пойду и осмотрю его комнату возьмите ключ на стойке так ключ на стойке я вижу нужно проверить книгу миссис марбери возможно что-то она что-то от меня скрывала боюсь моя книга учета постояльцев вам не поможет мистер каст арендует комнату круглый год если он уезжает на несколько дней мне зачем да 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 и так правда выходит на свет и мне нужно кое-что сказать миссис марбери Так Давайте сначала понаблюдаем за ней Похоже, это женщина в хорошем настроении Плавные движения Дружелюбная улыбка Расслабленная поза Миссис Марбери в хорошем настроении Работает очень аккуратно и снимает кожуру невероятно тонко Миссис Марбери, если верить книге, вы сдали комнату номер 306 Некому мистеру Фишману в день убийства в Бэксгилле В комнате номер 306 живет Каст Как вы можете это объяснить? Да, я вспомнила Всего на одну ночь, в порядке исключений мистера Каста не было Все остальные комнаты у меня были заняты И, ведомо, мистеру Фишману было некуда податься Вы сдали одну и ту же комнату двум разным людям Очень выгодно, но не очень-то законно Но никому ведь не стало от этого хуже Я просто хотела помочь Все понятно Так, ну что ж, пойдемте, друзья Брюки, белые рубашки, все очень хорошо постирано Ежедневная газета Бэксгилла На ней число бэксгиллского... ...убийства Судя по всему, тот самый купальный костюм, заштопанный умелыми руками миссис Марбери Здесь все основные статьи, в которых говорится о деле ABC, начиная с убийства в Черстане, до этой даты ни одной Так, коробки Ну мы уж там видим, что... ...что валяется Справочники ABC, хватит, чтобы подписать с дюжины убийств Закрыто Так, и мы не можем открыть, да? Да Когда сможем открыть, тогда... ...обнаружим там что-то второе И, конечно, зеркало Лауданум сц... Кэмронс Лауданум, настойка опи, лекарство от кашля Доктор Кларк прописал такой миссис Ашер Это может мне пригодиться Седативный, да? Диэтил барбитурированная барбитурированная барбитурура, да-да-да-да Я знаю, это лекарство, это очень сильно и успокоительное Это может мне пригодиться Да, особенно мне Я чертовски нервный, ребят Мне это нужно Кровать Какой ужас, настоящий кавардак Слегка сдвинутая кровать Потрепанное пальто Посуда в беспорядке Что мы точно узнали, так это то, что мистера Каста не очень заботит порядок в доме А меня вот заботит, ненавижу бардак, прям терпеть его не могу Такой дискомфорт сразу Война 1914-1918 По приказу Его Величества Имя Капрала А.Б. Каста Диванширский полк Было напечатано в Лондон Газет От 10 мая 1918 года В связи с упоминанием в Депише за доблестную и выдающуюся службу Армейская... армейская Депише Ранен в Сон Асоме Жертва газовой атаки Капрал Каст более чем достоин своей награды Ножик Длинный нож Оружие убийцы Это может мне пригодиться Так, ну ножом мы... ножом мы вскроем в свою коробочку Это ABC Джон Миллиган, управляющий директор Шелковые ножки Фредерик Стрит Лейстер Каму А.Б. Касту Гостевой дом Марбери 21 мая 1935 года Уважаемые сэры В дополнение к нашим письмам от 5 и 10 числа своего месяца подтверждаем Что нанимаем вас к моим и жорам в соответствии с обозначенными ранее условиями Товар будет выслан по почте Также высылаем вам печатную машинку Redfield Которую необходимо использовать при... печатке письма Письмо Писем Что касается вашего расписания, просим придерживаться следующих инструкций 21 июня Андовер Прибыть поездом вечером 20 числа и снять номер в гостиницу вокзала Начать обход с северной части города Это письмо позволяет установить, что Каст ездил в Андовер Но чернила скрывают цели его дальнейших поездок От миссис Марбери я знаю, что он ездил в Черстон Мне нужно только найти свидетельство от его поездки в Бэксхилл И я докажу, что он был на местах всех преступлений Хорошо, сейчас найдем Каст чрезвычайно бережлив Он заточивает карандаши, пока от них ничего не останется Очевидно, что он не рос в роскоши Выпало из рук у Каста, когда он открыл окно? Или у миссис Марбери, когда она убиралась? Нужно достать ленту Как бы это сделать? Ну, давайте, не знаю О, изи Первая катушка снята Ну это просто, блин, как достать Я думал, сейчас будет долгая загадка Левая катушка снята Так, теперь нужно Попробелить, наверное, да? Так вот и лента Посмотрим, правда ли на ней напечатали письма от ABC Из пишущей машинки мне нужна только лента для исследования Пусть Джеб чистит клавиатуру Поздравляю, получу новые награды, четвертая понятная Вот Ну вот Эм Так, и как нам Я, я, я же вижу А, для расследования мне нужна только красящая лента из пишущей машинки каста Пусть Джеб почистит клавиши, если хочет Эм Так, ну типа получается все Правильно могу отсюда выйти А, нет Что-то мы пропустили Мне надо ставить обратно, или что-то мне сделать А, окей Так вот и лента Посмотрим, правда ли на ней печатали письма от ABC Что за БААААААААААй Из пишущей Да, да. В общем, у нас произошел, друзья... Все письма, оповещавшие об убийце, были напечатаны в машинке каста. Пожалуйста, что за... Ой, ладно. Так, небольшой баг в игре у нас произошел, хорошо. Хорошо. Хорошо, небольшой баг в игре. Так, теперь давайте вскроем коробку. Очень полезный нож. Кто знает, может быть, им никогда не резали ничего, кроме бичобок. Так, что-то еще. По-моему, мы все осмотрели и узнали. Осмотреть комнату каста? Нет, видимо, еще не все. Так, справочники, хорошо. Что мы с вами еще не посмотрели? Мы, что мы точно узнали, то, что мистер Каст не очень забудет порядок и баланс. Так... Осталось только осмотреть, оказывается, пятно крови. Вернее, не пятно крови, а капли крови в углу. Наконец-то я их нашел. Давайте взглянем. Темное пятно. Возможно, это кровь. Но кто знает, сколько ему лет. Я бы не сказал, что прям такое темное. А теперь нужно дать поработать маленьким серым клеточкам. Да, именно этого нам не хватало. Где находится... Где находился Каст во время убийства в Бэксхилле? Так, комната Каста была знана другому человеку 25 июня. Так, в комнате нашли газету Б, вышедшего в день купальный костюм. Нет, не купальный, а... Нет, вот это значит, да. Вероятно, Каст был в Бэксхилле в день убийства. Судя по книге, Каст не ночевал у себя в день убийства, где же он был в Бэксхилле. Вестник Бэксхилла открывает правду. Каст купил эту газету в Бэксхилле 25 июля. Обыскивать комнату дальше нет смысла. Я уже увидел все, что нужно. Так. Поговорить с Джепом. Окей. До свидания, миссис Марберри. Спасибо вам за помощь. До свидания. Она такая странная, какая-то сумасшедшая какая-то. О, старший инспектор, я только что собирался уходить. Добрый вечер, старший инспектор, проходите. Прошу меня простить, мне нужно на кухню. Я оставлю ключ от комнаты мистера Каста на стойке. Она как будто там труп расчленяет. Извините за опоздание, кучу времени потратил с полиции Донкастера. Как у вас дело? Точно, я установил одно. Три раза Каст был там, где произошли убийства, причем в те самые дни. Вот так вот, вот так вот. Ну и на этом, друзья, мы остановимся. Уж совсем близко. У нас буквально что-то одна-две серии этой игры, стопунова, не более. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа в ВКонтакте, группа в Стиме, канал на Твиче, там проходят прямые трансляции. Я в ВКонтакте, если что. Все ссылки в описании под видео. Их варать не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok